Серьезные темы обсуждали сегодня не только чиновники, но и школьники. Для них тематические уроки провели сотрудники налоговой службы. Связано это с тем, что в области стартовала неделя налоговой культуры. О том, что нового узнали будущее налогоплательщики, знает Елена Чехомова. Например, ваши родители, учителя, мы получаем что? Заработную плату. Значит, с этой заработной платы подлежит обязательная уплата в бюджет налогового дохода физических лиц. Сколько он составляет, как вы думаете? Еще сегодня утром восьмиклассники школы в Ганино этого не знали. А теперь и про НДФЛ, и про акцизы, и госпошлину им рассказали на уроке налоговой грамотности. Хотим донести, что это не скучно, как это кажется, что это интересно, что это пригодится, что они в будущем эти же самые предприниматели, которые будут организовывать свой бизнес, и что это достаточно просто сейчас. Но главное просто поинтересоваться и узнать об этом. Работу со школьниками и даже детсадовцами налоговые инспекторы проводят не первый раз и не первый год. Десятки классов уже прослушали рассказ о всех уровнях бюджета. Специалисты налоговые уверены, теперь эти ученики лучше, чем многие взрослые, знают, что налоги – это деньги города, области и страны. Если мы платим налоги, то они идут, конечно же, в бюджет, в федерации, на армию, на пенсию, пожилым людям. Обязательно нужно платить. При этом ребятам рассказывают, платить можно меньше. Главное, как можно раньше разобраться в разных видах оплаты налога и узнать о льготах. Этот урок от специалистов налоговой службы далеко не единственный. С 17 по 21 ноября эти дни признаны неделей налоговой культуры в нашем регионе. Поэтому в это время пройдут подобные занятия во многих школах города. А кроме того, будут выезды на крупные предприятия города, для того, чтобы и взрослым людям рассказать как о налогах, так и о налоговых льготах. Елена Щехомова, Алексей Йоферев, Берон Вастейдович.